Самара готовится к сезону отпусков. Городские пляжи уже начали приводить в порядок. Вода постепенно отступает. Сейчас уровень Волги в районе набережной 29,6 метра. После паводка с берегов вывезли более 84 тонн мусора. Начался завоз речного песка и его распределение по берегу. При благоприятной погоде планируют завершить к концу следующей недели. Работы начались с первой очереди набережной, а именно с ленинградского спуска. В Самаре будут работать 8 основных пляжей и один на Грушинской поляне на время проведения форума и Волга и фестиваля бардовской песни. Мы планируем 17,5 тысяч тонн песка высыпать и распределить. Песок это наш местный волжский, намытый. Поставляется речь портом. Доставляется по поводу боржой и краном, также плавучим. Происходит выгрузка песка на территорию пляжа, после чего техникой, погрузчиком, гридерами он равняется, выравнивается поверхность. Следующий этап подготовки пляжа – это обследование дна водолазами. Они очистят его от мусора, определят глубину и установят буйки. Будет две зоны отдыха для тех, кто умеет плавать и кто к заплыванию готов. Для них буйки установят на глубине чуть больше метра. На песке установят навесы в виде грибков, раздевалки, лавочки, спортивное оборудование. Всего около полутора тысяч единиц инвентаря. Горожане такой комплексный подход к благоустройству пляжей поддерживают. Это какая-то полезная история, потому что в солнечные дни мы прогуливались и наблюдали, как народ отдыхает. Мне кажется, это вообще такая немаловажная вещь. Должна быть чистота и порядка, красота. Надо это делать, администрация делает. Молодцы. Дай бог, дальше так продолжат. Как и в прошлые годы, на набережной будут работать два пляжа для людей с ограниченными возможностями здоровья на Некрасовском и Полевом спусках. Их обустроят пандусами, деревянными настилами и поручнями. Городская администрация планирует открыть пляжи к середине июня. Что касается второй очереди набережной, то на ней пляжи станут доступны после завершения Волга-феста, то есть к концу месяца. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин, Константин Головин. События.